В Старице прошли 15-е межмуниципальные корниловские чтения, посвященные знаковой исторической фигуре, герою Крымской войны, вице-адмиралу Владимиру Корнилову. В этом году география мероприятия расширилась. Организаторы встречали гостей, ребят из 26-й школы имени Бакунина, города Севастополь. В этом году юбилейные корниловские чтения объединили более 300 ребят. Организаторы мероприятия, среди которых меценат Павел Шитловский, реализовали свою идею и пригласили для участия в чтениях школьников из Севастополя, где служил вице-адмирал, настоящая морская легенда Владимир Корнилов. Ребята познакомились с историей Старицкого края и непосредственно родом Корниловых. На встречу гости приехали с докладами и презентациями, где рассказали об исторических событиях и героях Севастополя. Мы это сделали, да, благодаря помощи администрации Старицкого района, ребята здесь, и надеемся, что мы и дальше будем развивать географию этих чтений, привлекать ребят из других регионов, возможно, организовывать совместные поездки ребят из Твери, ответные в Севастополь, летние корниловские чтения и так далее. В общем, будем развивать эту тематику, она мне очень близка. Шедловский отмечает, что юбилейные корниловские чтения прошли успешно. Самое главное, что та общественная и краеведческая работа, которой занимается Павел, по увековечиванию памяти о такой выдающейся личности, как Владимир Корнилов, развивается и с каждым годом привлекает все больше единомышленников. Интервью с героем нашего сюжета Павлом Шедловским смотрите на следующей неделе в программе «Тема дня» на телеканалах Тверской проспект Регион и ОТР.